Такого разгула стихии Вытигра не помнят давно. По улицам и проспектам гуляет волна. Вполне безобидной до непогоды ручей Вянг вышел из берегов. С утра жители не узнали родной город. Люди не видоваты. Сегодня покрыт, сейчас вот снизилось. Пок там. И двое детей, да? Да, и двое детей. В результате вода затопила центральные улицы, Аверина, Конституции, Труда, Крылова, Школьная, Ленина, Заречная, Лермонтова. Плюс 30 приусадебных участков. Автомобильное сообщение было полностью парализовано. Актуальным транспортом в Вытигре стали лодки. Именно на них спасатели вывозили из зоны подтопления детей. 4.45 сегодня от ЦГМС поступило сообщение о ливневых дождях на территории Вытигорского муниципального района, где за 8 часов выпало более 50 мм осадков. Затем данная информация была проверена. Было установлено о затоплении части домов в центральной части города Вытигры. Незамедлительно переведены в режим повышенной готовности силы и средства Арктического спасательного научного центра Вытигры и 7-го отряда Федеральной противопожарной службы. Около 19 домов были полностью обесточены. По последним данным, там проживает больше 100 Вытигор. 15 из них дети. Все они оставались без света до 10 часов утра. Часть эвакуированных находится сейчас на пункте временного размещения. Он расположен на базе политехнического техникума. Еще около 30 пострадавших нашли пристанище у родственников. Наша съемочная группа смогла лично оценить масштаб ЧП. Журналисты накануне выехали в район для съемки документального фильма. Нам открылась очень неприятная картина. Город Вытигры оказался в воде. Превратились в реки все дороги проезжие. Осталась только одна федеральная, вот эта единственная дорога, которая сейчас связывает обе части города, как говорят местные жители. Реки эти очень сильные, бурные. Высота воды очень большая. ГИБДД пытается организовать движение по этой единственной дороге. Вода начинает потихоньку спадать. После экстренного совещания в правительстве было решено ввести в Итигре режим чрезвычайной ситуации. Целый день энергетики, коммунальщики, спецслужбы устраняли на улицах города последствия ЧП. Сотрудники МЧС помогали откачивать воду из подвалов жилых домов. Наблюдается тенденция спада воды 10-15 сантиметров в час. Организовано всестороннее обеспечение населения, организован подвоз воды по заявкам граждан. До сих пор в городе ограничено движение транспорта по мосту через Вянг-ручей. Дорожное покрытие просело. Как сообщили нам в ГИБДД, есть опасность обрушения. Размытая и федеральная трасса А-119 на 331-м километре. Сотрудники спасательных служб организовали переправу на лодках. Елена Кириллова, Новости. Субтитры создавал DimaTorzok